всем привет из солнечного неаполя сегодня с вами я татьяна блогер и свой репортаж я веду совсем с необычного места нахожусь я пригороде неаполя поселке понтичелли где находится поле амбула туре мр дженси и сегодня со мною согласилась встретиться татьяна которую я вам сейчас позже немножечко представлю рассказать о или клинике как она работает когда она была организована для кого она работает как она работает в условиях пандемии как она связана с эмигрантами я надеюсь что вам это будет интересно поэтому оставайтесь с нами на добрый день всем меня зовут татьяна я работаю культурным посредником поле амбулатории мр скажи пожалуйста кто такой культурный посредник это можно сравнить с кольцом в цепи можно сравнить с мостом соединяющие пациента с врачом какова роль культурного посредника это человек который помогает пациенту понять в доступной форме какова его проблема культурный посредник присутствует во время визита пациента с врачом для того чтобы донести доступные формы пациенту в чем суть его проблемы и чтобы объяснить на доступном ему языке какие советы дает врач какая терапия ему прописано и как эту терапию соблюдать культурный посредник занимается тем чтобы дать социально-санитарную ориентацию пациента объяснить ему что нужно сделать после визита с врачом сделать все для того чтобы пациент ушел из амбулатории с понятными идеями и с разъясненными проблемами они я могу назвать культурного посредника просто обычным словом переводчик с одного языка на другой или нет нет не совсем так потому что культурный посредник это человек знающий культуру страны который он представляет человек который знает законы страны которую он представляет и в доступной форме может объяснить пациенту как функционируют законы витали хочу в первую очередь поблагодарить за то что ты пошла ко мне на встречу и обратилась к своему руководству за то что нам разрешили снять это интервью потому что это будет огромная польза для не только для моих подписчиков но и для всех людей которые будут смотреть этот канал я очень надеюсь что это действительно будет кому-то полезно как основалась это вообще компания и какова история начался ассоциация очень богата событиями но я вам постараюсь рассказать вкратце самое главное в 1994 году в милане рождается и независимая нейтральная ассоциация emergency ее основателями является джино страда и тереза сарти группа их друзей и коллег цель основания этой ассоциации это оказание высококачественной медицинской и главное бесплатной помощи мирным жертвам наземных мин бедствий войны и в том числе эта ассоциация была создана для пропаганды мира во всем мире идея быть носителями культуры мира во всем мире и с 1994 года по 2019 год наша ассоциация работала в 18 странах мира это судан йемен сиро-леоне и ирак афганистан страны центральной африки и италия за эти годы было построено множество госпиталей родильных домов центров реабилитации центров первой помощи центре матери и ребенка некоторые из этих проектов закончили свою деятельность другие продолжают ее по сегодняшний день за этот период вдумайтесь была оказана помощь более чем 12 миллионам человек бесплатная высококачественная помощь расскажи пожалуйста когда была открыта поликлиника именно в понтичели с чем это было связано и как происходило вообще это событие ну прежде чем ответить на этот вопрос я хочу сделать маленькое вступление 32 статья конституции италии гласит республика защищает право на здоровье как основное из прав каждого человека в интересах общества и гарантирует медицинскую бесплатную помощь неимущим так ли это на самом деле более 10 лет назад наша ассоциация решила открыть амбулатории стационарные и передвижные с идеей донести до всех слоев населения информацию о правах на здоровье на самом деле оказалось что существуют свои населения иностранцы иммигранты не имущие которые не имеют доступа к бесплатной медицине по проблемам языкового барьера по проблемам незнания собственных прав эти свои населения не только не были приближены к санитарной системе но наоборот были отдалены даже потому что сложный лабиринт санитарной системы не приближает а удаляет от себя пациентов поэтому цель создания наших амбулаторий это донести до массы информацию о праве на лечение о том как работает санитарная система о том кто и как может получить бесплатно и медицинскую по были открыты амбулатории в маргере полисты на кастал волтурно сассари брешен милану и 6 лет назад 1 сентября 2015 года открылась наша амбулатория в фонте челли мы находимся в одном из периферических кварталов неаполя в 10 минутах езды от центра в нашей амбулатории можно получить базовый медицинский визит он приравнивается к визиту к участковому врачу можно измерить жизненно важные параметры получить санитарное просвещение социально-санитарную ориентацию можно получить консультацию у психолога и для ваших детей можно получить консультацию у детского врача учитывая что наша амбулатория находится на периферии мы гарантируем бесплатно пациентов три раза в день особенность нашей амбулатории заключается в том что у нас присутствует культурный посредник культурный посредник занимается очень важной работой для просвещения пациентов о их правах мы занимаемся тем что объясняем пациентам как и где можно заказать визит к специалисту где находится тот или иной госпиталь что такое профилактика и как ее можно получить в чем заключается суть санитарной системы в италии что такое санитарная книжка для чего она выдается и многие другие аспекты мы помогаем понять и разобраться нашим пациентам такое социальное просвещение социальное просвещение происходит когда пациент получает новую терапию для него это новшество он не знает как принимать терапию какие могут быть нежелательные последствия от неправильно принятой терапии и в этом случае присутствие нашего мед брата в амбулатории является очень важным он занимается тем что объясняет пациенту новую терапию время ее приема последствия в чем вообще заключается суть заболевания если пациент имеет языковой барьер в этом случае присутствует культурный посредник который объясняет все в понятной форме пациенту на понятном ему язык уровень образования и подготовки должен быть у культурного посредника для того чтобы пройти отбор и попасть к вам в амбулаторию нашей амбулатории или для работы в любой амбулатории проект италии необходимо знание итальянского языка письменного и устного знание более чем двух трех иностранных языков кроме итальянского знание законов касающихся эмигратов и диплом культурного посредника работает полу амбулатория как она принимает пациентов кто может быть пациентом значит наша амбулатория работает с понедельника по пятницу с девяти до шести с перерывом на обед с тринадцати до четырнадцати кто может быть нашим пациентом нашим пациентом может быть любой человек независимости от его расовой языковой политической и религиозной принадлежности такое социально-санитарная ориентация социально-санитарную ориентацию входит много аспектов это может быть где в каком госпитале можно заказать визит к специалисту где находится госпиталь каким общественным транспортом можно добраться до этого госпиталя для бездомных людей это может быть информация о том где находится каритас в какие дни он открыт что такое сервицей дропин это место куда бездомные не имеющие жилья люди могут обратиться для того чтобы постирать свои вещи сделать обыкновенный душ побриться постричься и другие вопросы которые могут быть необходимы нашим пациентам античели находятся не в пределах неаполя до вашей поликлиники нужно добраться как можно добраться до вашей поликлиники мы подумали об этом аспекте и чтобы помочь нашим пациентам добраться до нашей полиамбулатории мы гарантируем бесплатный проезд мы осуществляем его нашим микроавтобусом который отправляется свея ференсы 69 30 12 30 и 14 30 связи с сложившейся ситуации количество перевозимых за один раз пациентов мы сократили до 4 человек поэтому чтобы вы могли воспользоваться нашим транспортом мы советуем вам позвонить нам предварительно по телефону 342 86 27 270 таким образом вы сможете воспользоваться нашим микроавтобусом для того чтобы попасть на прием в нашу поле амбула тоже пожалуйста какую роль волонтеры выполняет вашей ассоциации волонтеры имеет очень важную роль в работе нашей ассоциации это люди которые разделяют наши ценности наши принципы наши идеи это люди с чувством ответственности и желанием помочь другие люди у которых есть воля посвятить свое время бесплатно существует два типа волонтеров первый тип это медицинский персонал и подбором кандидатур занимается наш центральный офис в милане это врачи это медсестры это психологи это детские врачи это люди которые вносят свой вклад абсолютно бесплатно работая в амбулаториях программы италия второй тип волонтеров эта группа людей которая не работает в амбулатории но не посвящает свое свободное время бесплатно участвуя в конференциях встречах школах на площадях где они рассказывают о наших идеях о принципах нашей работы и занимается сбором фондов для ассоциации в италии существует около 140 групп волонтеров созданных в разных городах италии и отбором кандидатур занимается непосредственно руководитель группы расскажи пожалуйста о способах благотворительности вашей ассоциации кто это кто может осуществлять благотворительность как это происходит пожертвование на благотворительность может осуществлять любой человек это может быть физическое лицо это может быть организация на наших сайтах есть подробное описание как можно произвести эти пожертвования на благотворительность поэтому для тех кто желает это сделать мы просим зайти на наш сайт практические меры сейчас в данный период принимаются ваши поликлиники связаны с начала пандемии наша амбулатория не закрылась не на один день более того с первых дней нам поступали множественные звонки от людей которых мы не знали это пациенты которые столкнулись с проблемой здоровья не зная о своих правах на лечение они не знали к кому обратиться и наши врачи мониторировали ежедневно состояние здоровья этих пациентов если было необходимо наши врачи связывались с санитарным округом принадлежности этого пациента и просили сделать тампон для этих пациентов группа культурных посредников не только нашей полиамбулатории но и всех полиамбулатории италии организовали и сняли видео в которых мы на доступном для пациентов языках рассказывали о том как бороться с пандемией и что нужно сделать чтобы ее передать 70 человек персонала я имею ввиду всей ассоциации врачи медбратья и медсестры работали бок о бок с персоналом санитарным государственных структур как я отметила в начале нашей нашего рассказа наша ассоциация является нейтральной и независимой но наши врачи не могли остаться в стороне когда необходима была помощь всему населению наши волонтеры занимаются и занимались самого начала пандемии распределением продуктов питания и распределением предметов необходимых бедным семьям и должна вам сказать что в этом списке оказались многие семьи иностранца том числе русских украинский момент как происходит прием пациентов в нашей амбулатории вот те которые обращаются с допустим какими-то симптомами болезни конкретной которая сегодня происходит значит мы можем их только мониторировать на связи с сложившейся ситуации мы производим очень строгий триаж пациентов которые входят в нашу амбулаторию если у пациента симптомы к вида мы к сожалению не можем позволить ему зайти в нашу амбулаторию потому что мы должны гарантировать безопасность во-первых остальным пациентам и нашего персонала поэтому такие пациенты мониторируются на расстоянии пожалуйста какой процент русскоговорящего населения обслуживается вашей амбулатории по региону я имею ввиду вообще по компании вы же единственная в регионе компания да мы мы работаем в пункте челе у нас есть амбулатория в костел в тур но который сейчас свою работу уменьшила сожалению должна отметить что процент достаточно низкий по сравнению с присутствием других национальностей у нас пациенты из бывших стран советского союза но работа культурного посредника заключается не только в том чтобы оказать помощь своему соотечественнику но мы оказываем помощь всем пациентам скажи пожалуйста о своих коллегах кто они и как тебе с ним комфортно работать я к счастью могу сказать что я работаю с группой профессионалов в их числе базовые врачи педиатры психологи мои коллеги культурные посредники естественно наш координатор это люди профессиональные с большим чувством долга с любовью к работе которые они выполняют поэтому бок о бок работать с такими профессионалами очень приятно желать всем людям которые будут сегодня нас смотреть я думаю что лучшее пожелание для всех это здоровье но сегодняшняя информация надеюсь вас обогатила знанием о том что все люди виталий имеет право на лечение и на здоровье даже незаконно пребывающие на территории поэтому если у вас есть необходимость обратиться врачу вы не знаете как это сделать вы можете обратиться к нам в поле амбулаторию более того теперь вы знаете что в этом поле амбулатории вы можете встретить культурного посредника говорящего на вашем языке от всех подписчиков своих от аудитории которая будет нас смотреть и целенаправленно и случайно я хотела бы поблагодарить тебя за то что ты согласилась на интервью за то что разъяснила те вопросы которые я знаю большинство наших подписчиков совершенно не знала о существовании даже амбулаторий и не то что уже о том как работает это амбулатория большое тебе спасибо спасибо руководству которое позволило нам снять это видео и я желаю тебе лично от себя крепкого здоровья и женского счастья спасибо я надеюсь хочу тебя в свою очередь поблагодарить за то что ты являешься носителем этой информации я думаю что эта информация будет полезна не только русскоговорящему населению но и всем иммигратам которые являются своими подписчиками я даже в этом больше чем уверена а сегодня с вами была я татьяна блогер и гостя культурный посредник амбулатории emergency пункти челли до свидания пока вам доброго